Я вас приветствую, сегодня у нас 56 занятие, вводная часть, в наше неприлично рваное время. Основным многолеким сюжетом, который мы с вами наблюдаем, являются конфликтные ситуации, где люди, применяя те или иные маски лицемерия, хамства, обиды, жалости, всевозможность таких отрицательных эмоций, пытаются у другого человека забрать его ресурсную базу. Одним словом это можно назвать конфликт. Так вот конфликт, как мы с вами уже хорошо выучили, это когда к вам приходят за вашим ресурсом. Не потому что вы такой замечательный, хороший, классный, потрясающий, а потому что, первое, ведетесь на вероятности, второе, очень хочется кому-то понравиться, и третье, у вас присутствует какое-то энное количество вашей пресловутой энергии, которую вы не захотели использовать в собственных целях, и она такая бесхозная, где-то там вокруг вас вьется, и сразу находятся добрые люди, которые решают, что им нужнее, нежели чем вам. Сегодняшняя наша ступень — это первая ступень после материального мира, где мы с вами начинаем рассматривать, что же такое желание, как эти желания хотим мы того или не хотим, формируют те или иные события. Эти события в обязательном порядке имеют классификацию в памяти. Память их очень четко фиксирует как структурно-функциональную модель логическую, поведенческую. И каждый раз, когда вы на секунду, на две засомневались, или ленностью Маабу Яла, память очень услужлива, так по похожести, по схожести, выдает вам ту модель, которая в принципе приводит к тому пресловутому поражению, с которым так много люди борются, и с каждым разом все хуже и хуже у них это все получается. Значит, сегодняшняя наша с вами ступень так и называется — конфликт и умение с ним управиться. Ситуация, которую, глядя во внешний мир, можно охарактеризовать как копье, которое направлено вам прямо-таки в центр резонанса или в эмоциональный центр. Это когда неожиданность, это когда ничего якобы не предвещало плохого или хорошего, и вас с полпинка или поднимают, или наоборот опускают так сильно и так жестко с улыбкой на лице, или наоборот из камня каплю пытаются с вас выжить жалость для того, чтобы вы обратили внимание на то, с кем нужно вам поделиться, и как-то нужно изменить к себе прежде всего отношения. Так вот еще раз. Управляющая система данной ситуации, чтобы вы могли очень быстро ее склассифицировать, это когда вот вы прямо-то говорят, вот прям копье, как вот ножок. Объективная ситуация — это говорит о том, что у человека, который или на вас идет, или вы, чересчур много желаний, как таких стаканов, которые гуляют сами по себе в памяти и в сознании, и отказаться от них крайне сложно. Они даже не наполовину полны, не наполовину пусты, а не просто как заготовочки из расчета «хочу все и сразу». Убеждения присутствуют такого формата. И чем меньше у человека остается времени на достижение тех или иных каких-то своих желаемых результатов или предметных каких-то хотелок, тем в большей степени сетка значений начинает вибрировать, и человек начинает злиться до состояния аффекта. В силу того, что здесь дистанция очень близкая, очень близкая, то с этого момента и начинается такая очень некрасивая история, когда человек, даже не понимая, что происходит, если больше у мужчины, допустим, предложить нечего, то он предлагает себя и так навязчиво, и цинично, унижая девушку, пытаясь ее там как-то унизить, а себя за счет нее возвысить. А женщины, наоборот, спадают в такую патологическую спячку по отношению к видящему объекту и на все согласны, потому что терпежа больше уже нет. И в этом случае все желания аккумулируются в одной такой страстный порыв, страстный порыв, и сознание, даже еще не определившееся, как чуть-чуть там хоть какое-то там грибковое образование над головой, перестает существовать, и человек включает кнопку страсти, и все стаканчики в одну сторону собираются, и мы пошли во все тяжкие. Про любовь, любовь с первого взгляда, про то, что вот или все, или ничего, или вот я вот это куплю, а после этого пускай потоп. Ну такая очень лаконичная, очень емкая, очень массой наполненная, структурная такая, как стрела, как копье, в одну точку упирающиеся вот это пресловутое желание. Неважно, к предмету, к человеку или к информации, вот неважно. Субъективная роль, которая здесь присутствует, это всегда такой злый день, который тщательно прячется. Внешняя бояшка, внутренняя такая без конца агрессивная система, которая единственное, чего хочет, убежать отсюда подальше, но там оказаться очень близко. Есть понимание? Работает это в принципе как система, которая нарабатывается, или которая дрессируется. Это с чужими людьми, или когда родители, родственники, или там соседи, которые постоянно находились, это такой дротун, которого дрессировали все, кому не лень, и одномоментно на взлете били. Неважно, мужчину или женщину. Доминанта мужская, но тем не менее, это когда тыкали, когда унижали, когда что-то не давали, когда было слишком много агрессии, ребенок еще спит, а уже на кухне скандал, и когда нет понимания, и не выстраиваются хоть какие-то понятийные значения, почему так и почему не так. Это абсолютный внешний хаос в системе, в которой взращивался ребенок. Это абсолютное отсутствие какого-то не было бы порядка в отношениях, или вообще там их отношения были такие своеобразные. В общем, загнанное внутрь именно человеческое такое качество для того, чтобы сиять, сверкать, чего-то достигать. очень хорошо поставлены мозги как сетка сбора информации. Здесь этого ничего не наблюдается, и получается концентрация всего набранного и имеющегося внутри превращается в паутину, которая вот бессознательно ищет на кого бы эту паутину бросить и потом бы так тихо подсасывать. При том, при всем, что по замыслу, по природе это очень умные люди, очень яркие люди, очень хорошо и быстро обрабатывающие информацию, и они работают с вероятностями по природе, даже если не особо учась, а находясь в нормальном, спокойном состоянии, виртуозы. Технологическую цепочку из любого лего-конструктора, имея изначально как условие определенное количество тех или иных там фигурок, они 10 раз могут собрать разную конфигурацию, если им не мешать. Но в силу того, что, как правило, детство было не очень радужное, то зацикливаются на одном, или на теле, или на предмете, или на поглощении какой-то информации там в каких-то духовностях, там еще там где-то там они витают, там где-то они гуляют, там, в общем, все знают, но ничего не умеют, вот если вот так сказать. На работе очень четкая и простая классификация, куда они в принципе хотели бы, но оказываются, хотели бы в партнерах, потому что с головой дружат, но ученики не берут, потому что там очень много агрессии, они не держат длинную дистанцию, в клиенты они загораются, но падают, и остается только одно пациенты, которых много времени, и это время с них можно абсолютно выбивать. Они будут под прессом делать, потому что падают сразу в чужой результат. Обслуживание кого-то из льва, даже есть притча такая буддийская, львенка там где-то в стадии овец воспитывали, льет, он там блеял, там то да сё, птичка прилетает, райская говорит, что ж ты блещ, ты на всех озерах-то посмотри, ты ж лев, ты ж царь зверей, там то да сё. Он говорит, когда увидел, говорит, точно отличаюсь. И с этого момента начались там какие-то сподвижки. Так вот, чтобы не попадать на чужие вероятности, на что эти люди очень падки на самом деле, потому что себя не осознают, нужно и учиться эту сетку прежде всего ею управлять. Что такое это паутина сетка? Это сознание, которое находится в хаотическом движении. Значит, первое упражнение, которое нужно освоить, чтобы выйти и соединить память и сознание, у нас желания должны быть на сегодня, на сейчас достаточны, соизмеримыми тому положению вещей, которые мы сегодня можем освоить. Той точке опоры, где мы находимся. Рвать вот с полпинка, с такого крутого поворота хуже не придумаешь, потому что любое пространство, если вы его продавливаете, оно вам в обратку выдаст не пойми что. Значит, у этих людей однозначно присутствует всегда две на голове одеты информационные системы. Это семья, где была нелюбима, ненужна, неприветлива или неприветлив или там забитый. У них всегда противоположные авторитеты. Это мужчина, которого мама там добивала, девочку, которую папа там Бог знает, или мужчина Бог знает, что творил. И как в противоположность, это всегда работа, где они выбирают идентичную систему с авторитетом и начинают там тупо тратить собственное время как жизнь, как энергию, выключаются, выключаются, и тогда происходят те пресловутые конфликты, на которые ведутся они очень быстро. И получается, работа не особо много, они упахиваются. Сил якобы должно быть много, а их практически нет. Они очень такие лакомые кусочек для всех тех, которые хотели бы пожить за чужой счет. Противоположности, естественно. Мужчина за счет женщин, женщина за счет мужчин. А если, не дай бог, из семьи не выпустили, то тогда сетка на этом человеке. Это очень просто видно. Значит,